Добрый день! Продолжаем рассматривать серию шестеренчатых головоломок от One One и на очереди Gear Master Morphix. Коробочка такая же, безымянная. Это старый Master Morphix. Выглядит вот так. На самом деле красиво. Для сравнения, вот обычный Master Morphix. Это YJ. Ну и шестеренчатый покрупнее будет. У One One таких головоломок много. Постепенно про все расскажу. В прошлый раз рассказывал про Gear Megaminx. Здесь сразу стоит отметить, что наклейки приклеены не совсем удачно. Вот на этих местах где-то отходят на шестереночках. Есть такие задиры, поэтому надо с ним вращаться аккуратно. Вращение вот такое. И меняет форму очень даже серьезно при вращении. Напомню, что шестеренчатый куб оригинально выглядит вот так от чаи. И все вот эти вот разноформенные головоломки это шейп моды обычного Gear Cube. Как и у обычного Master Morphix. У шестеренчатого углы четыре штуки трехцветных. Четыре одноцветных. Центры двуцветные. Ну и какие-то ребра такие вот одноцветные. У Master Morphix ребра это трапеции. И вот это уголок одноцветный и трехцветный. Мастер Morphix, кто не знает, это очень хорошая головоломка на базе кубикоробика 3х3. Крайне рекомендую. Обычный Gear Cube собирается несложно. Подробное обучающее видео можно найти в описании. И по тому же принципу мы соберем весь Master Morphix за исключением последнего этапа разворота центров. Там он будет уже похож на Crazy Gear Cube, где эти центры тоже нужно разворачивать. По нему тоже обучающее видео есть со всеми алгоритмами для разворота центров. Давайте приступим. Я перемешаю обычный Gear Cube. Немного, чтобы видеть разницу. Примерно так. И перемешаю Gear Master Morphix. Важно соблюдать здесь, чтобы такая полосочка могла вращаться. Или не такая. Где она? Вот у нас центр. И мы вращаем до тех пор, пока на его место станет другой центр. Вот так вот. Полоска. После этого вращение продолжаем. Ну, какой-то такой Master Morphix и получается. Да, не стоит заглядываться на Gear Master Morphix, если вы не умеете собирать обычный Gear Cube. А Master Morphix можно не вводить. В каком-то таком положении оставим. По сути, форма меняется только внешних элементов, а вот расположение крупных углов не меняется, потому что Gear Cube вращается только на 180 градусов. Здесь нельзя сделать поворот на 90 и потом продолжить вращение. Будет Gear Mix Up тогда. Только 180. А если обычный Master Morphix вращает на 180, то и форму он менять не будет. Поэтому только из-за разворота элементов. Давайте начнем с простого. Нужно собрать четыре угла, но предварительно хотя бы два. Вот бело-синий-оранжевый какой-то. К нему еще один бело-синий поставил. Два угла рядом. Нужно еще два белых сюда. Но они тут недалеко. После чего докручиваем вот так и сопоставляем центры. Два центра всегда будут стоять на месте. Покрутим, пока остальные тоже на места встанут. Как бы, этап углов и центров готов. Здесь ищем два угла, которые стоят хорошо. Если таковые есть. Но что-то не похоже на них, да? Помним, что вот это тоже углы. На них тоже можно обращать внимание. Нет? Ну нет, так нет. Что-нибудь покрутим. Так. Лучше не стало. Вот так. Вот у нас два красных уголка и тут зеленые тоже совпадают. Было бы хорошо, если бы что-то еще. Но получилось диагональные уголки. А нам бы надо вот такие вот смежные. Здесь какой-нибудь красный. Было бы неплохо. Так. А, это не углы, это ребро. Вот углов. Похоже несколько. Вот самое сложное на этом мастер морфиксе и вот эти первые два угла сопоставить. Не совсем очевидно, как они вращаются. Вот мне удалось. Теперь нужно пару уголков вот сюда. Тут должен быть синий и какой-то, ну, с красным, видимо, да? Синий и с красным. Вот так. Ну, удалось. Четыре угла. Два вот этих. И получается два вот этих. Ну, когда четыре готовы, смотрим на обратную сторону. Здесь просто доворачиваем. Так. Вот форма уже нарисовалась. Дальше нужно посмотреть на центр. Центр вот синий-зеленый. Вот зелено-красный. Этот на месте. А этот нет. Ну, напротив должен быть тоже на месте. Вот этот. Значит, вот эту линию вращаем до тех пор, пока центры не встанут. Вот это и произошло. Вот уже форма мастер морфикса угадывается. По всем цветам. Дальше. На обычном шестеренчатом мы переставляем ребра. Алгоритм бесхитростный. Он переставляет два вот этих и по диагонали четыре вот этих. Делаем r4u2 дважды. r2, r4u2. r2, r4u2. И видим, что тут ребра на местах. На местах. Все на местах. Возможно, придется алгоритм повторить при необходимости. Смотрим здесь. Мы видим, что вот ребро на месте стоит. Это тоже на месте. Это нет. Это нет. Их бы поменять. У нас ребра тут есть одинаковые. Наверное, да? Три желтых ребра должна быть. Поэтому удивляться не надо. Какие-то из них будут казаться, что стоят на местах. Но можно их и переставить. Если мы найдем полоску, где все ребра стоят на местах, мы ее поставим вот так вот, между передней и задней гранями. На месте. На месте. Так. Нет. Нет-нет-нет. Ориентируемся вот на уголки. Здесь получается зеленое не на месте. Да? Вот это желтое не на месте. И это нет. Вот на месте вот этот слой. Красный, синий, желтый. Вот эти. Вот эти давайте будем менять. Да? И будет, наверное, хорошо. То есть меняем вот эти. И, видать, по диагонали поменяется тоже. Цветов всего четыре. Поэтому разнообразие небольшое. Так, не так. Делаем R4 U2. Чтобы не ошибиться, я буду считать, когда центр будет здесь появляться. R2 появился центр. Вот R4. Ну, U2. Сюда должен стать вот этот центр. U2. Повторяем. R2, R4. Вот так вот U2. Смотрим, что получилось. Вроде бы даже и неплохо. Все центры, вернее, ребра на своих местах. Но пока стоят криво. Что делать, если ребра стоят криво? Ну, надо их выровнять. На обычном гиркубе мы как делаем? Если вот в такую сторону поворачивается куда надо, значит туда и покрутим. Четыре оборота полных. Встает на место. Здесь тоже самое. Крутим пока не встанет. Но если ошиблись, придется еще четыре раза. Покрутить. Так, и вот форма возвращается. Сделаем так же на Master Morphex. Посмотрим, что получится. Здесь, конечно, вот такое развернутое положение будет выглядеть не так красиво. Ну, мы сейчас заметим. Так, ну попробуем вот это направление покрутить. Непонятно куда. Я сделал четыре оборота. Посмотрим, что выйдет. Получилось так. Раз. Два. Три. Четыре. Получилось хорошо. Вроде бы. Так. Вроде бы, да. Здесь. Четыре оборота. Непонятно. Где вы еще четыре? Так. И получилось, что все ребра встали хорошо. А это значит, либо нам повезло, либо этап разворота ребер здесь отсутствует. Что за разворот? Вот на обычном кубике всегда у нас одна единственная ситуация. Четыре ребра развернуты правильно. Восемь нет. Которые правильно берем на средний слой между передней и задней гранями. И делаем алгоритм из кубоидов R2-U2 трижды. R2-U2. 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 На, и все разворачивается. На этом обычный гиркуб собирается полностью. Здесь это не пригодилось, но посмотрим, вдруг его тут не существует. Наклейки задираются. Надо поаккуратнее. Возьмем, к примеру, из такого положения. Сделаем R2-U2 трижды. R2-U2. 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 Ну и смотрим, что здесь все бывает. То есть, вот этот разворот, который был на классическом гиркубике, здесь выглядит вот так. Разворачивается не вот это ребро, а вот эти вот части. Ну и чтобы это дело починить, делаем тот же алгоритм еще раз. Берем на средний слой то, что стоит хорошо. Делаем те же движения. R2-U2. 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 Ну и как видим, у нас здесь развернуты центры. Это прям не очень, да. Такая ситуация, что развернуты все шесть. Кстати, когда все шесть развернуты, то можно решить и при помощи R2-U2. Трижды. Сделать это два раза. Ну попробуем, наверное. Ну и есть более сложный алгоритм. Ну вернее, как он сложный. Он неудобный, и после него надо еще покрутить. Скажу его здесь. Мы делаем R2-B2. R2-U2. И повторяем. R2-B2. R2-U2. И потом превращается все вот в такое. И надо крутить, пока не соберется. По четыре раза. Ну если не угадать стороны, то и по восемь. Кубики видно, а на наших модах не всегда. Ну и на меняющих форму не всегда легко не ошибиться. Это R2-U2 и B2. Но здесь же я попробую показать, как при помощи R2-U2 это сделать. Сейчас у нас все ребра стоят хорошо. Да? Но все шесть центров развернуты. Я сделаю просто из любого положения. Р2-U2 трижды. Так. Крутится. R2-U2. 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 Вот получился апокалипсис. Теперь можно заметить, что все центры развернулись хорошо. Алгоритм R2-U2 трижды разворачивает все шесть центров. Но ребра стоят криво. И это плохо. А значит мы сделаем тот же самый алгоритм, но так, чтобы он ребра не собрал. А я напомню, если мы делаем алгоритм R2-U2 трижды, у нас хорошие ребра должны стоять на среднем слое. Мы возьмем и поставим их по-другому как-нибудь. То есть слой между передней и задней гранями. Где у нас хороший слой? Хороший слой вот. На нем все красиво. Мы возьмем и не так, а вот так. И сделаем еще раз R2-U2. И у нас ребра не соберутся, а центры перемешаются. Ну, а развернутся. Так, держим. Хороший слой. R2-U2. 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 Что же случилось? Стало еще хуже. Все перемешано, все плохо. Центры развернуты, ребра кривые. Ну, а теперь мы, развернув центры неправильно, ищем, где у нас хороший слой. Хороший слой. Ну, вот у нас хороший слой с ребрами. Центры пока не обращаем внимания. И делаем тот же алгоритм еще раз. И теперь у нас соберутся и ребра, и центры. Ну, я надеюсь. Так, не туда. Вот для разворота шести центров, мне кажется, это алгоритм оптимальный. Причем его можно проследить на предыдущем этапе. У нас ребра разворачивать не приходилось, поэтому мы моделируем сами. А вот если нужно развернуть ребра, и мы видим, что центры собраны, то есть правильно развернуты все шесть, то можно сначала развернуть ребра не так, а потом так. И соберется все сразу. Но, естественно, это не сработает. Если нужно развернуть два, либо четыре центра, там придется использовать алгоритм, который я показал на простом кубике. R2, B2, R2, O2 дважды. Подробнее можно посмотреть в обучающем видео про Crazy Gear Cube. Там каждый случай расписан. Ну и когда-нибудь я подробное видео по каждому шестеренчатому кубику сниму. Не в этом году, скорее всего. Так что когда-нибудь это случится. Ну а на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Следующий октаэдр.